Вся наша встреча посвящена мониторингу и методике калибровки использования датчика внутричерепного давления. У нас в институте достаточно давно используется мониторинг внутричерепного давления. Основная категория пациентов, это конечно отработанная, которая как в мире, так и у нас, это черепно-мозговая травма. Соответственно, все акценты в основном смещены в сторону черепно-мозговой травмы. Но, тем не менее, вполне правомерно принимать их для другой острой церебральной патологии. Мониторинг внутричерепного давления мы используем также у пациентов с упрохноидальными кровоизлияниями. В постоперационном периоде с любой нейрохирургической патологией, начиная от крыльев ферлингиом и кончая больших минингиом, крыльев основной кости, которые текут от технично, с осложнениями, либо после всевозможных ревизий. Хирурги идут активно навстречу, позволяя нам лечить уже более прицельно, неформально, там, гормоны, поддержите давление, а ориентиры уже на внутричерепное давление, церебрально-конфузионное. Расширяем мониторинг с использованием регулярно, к симметрой мониторинга энтаизового СО2, то есть более такой развернутый мониторинг, который дает нам резервы по терапии. Начнем с истории измерения внутричерепного давления. Начиная уже с XVIII века была выполнена первая глимбальная пункция и так называемая первая непрямая оценка внутричерепного давления. Первое использование данных этого непрямого измерения были использованы уже в 20-х годах, 20-го века, когда показанием к использованию декомпрессии подвисочной, с резекцией подвисочной кости являлось внутричерепное давление выше 15-й. То есть 15-й первый рубеж, после которого мог развиваться дислокационный синдром. Лампфит выявил очень важную закономерность, что не всегда измерение давления в глимбальном пространстве может отражать давление внутричерепное. При ряде проблем, особенно локализующихся в заднечерепной ямке, при дислокационных будет достаточно значительный градиент между измерением давления в полости черепа и в глимбальном пространстве. Потому он предлагал уже использовать прямое измерение непосредственно в полости черепа. К такому измерению прибег в 28-м году Хацан, то есть он пунктировал просто желудочки и проводил однократные измерения, такие дискретные. Пьер Джани использовал уже непрерывное, в принципе, пионером измерения и проведения мониторинга является Пьер Джани. Однако работа его была опубликована только в 72-м году, и потому общепризнанные лавры отданы Нилсу Лунбергу, который выпустил свою историческую монографию по длительному мониторированию внутричерепного давления в нейрохирургических больных. Значит, Лунберг выделял базальное значение внутричерепного давления, это не что иное, как среднее усредненное, то, которым все мы в практике будем работать, все мониторы прикроватные дают среднее значение, усредненное за какой-то период времени. И пульсовое значение тоже также важное, это систолодиастолические параметры, отражающие пульсативную активность, волновых колебаний. Значит, сразу бы хотелось бы отметить, что наиболее интересное и часто встречаемое в нашей практике это будут АОНы, так называемые плата ВОНы. Они достаточно значительные по амплитуде и длительностью от 5 и более минут. На тренде вот они выглядят так. Почему плата? Потому что именно характеризуется такой плата, уплощенной площадкой. Чем они интересны для нас? Понимание патофизиологических механизмов, в основе их всегда лежит вазодилатация мозговых сосудов. О чем свидетельствует плата ВОН? В первую очередь, о снижении комплайенса головного мозга. И по мере удлинения сроков существования этих платы, резко вырастает риск ишемии, церебра. ВОНы – это менее выраженные по амплитуде и более короткие по продолжительности. Самое главное знать, что они очень часто трансформируются в АОНы. Насчет АОН. Были проведены ряд таких фундаментальных исследований по оценке динамики причин возникновения. Как я сказал, основная причина при расширенном мониторинге была проведена с использованием позитронной эмиссионной томографии, допэрографии, различных симоновых методик. Это вазодилатационный каскад. Вазодилатационный каскад, который запускается любой причиной, приводящей к снижению артериального давления, к снижению перфузионного давления. Устранить его очень легко – это провести гипервентиляцию, либо повысить перфузионное давление, запустить каскад вазоконстрикции. Что очень характерно, и вот это подчеркивается, что в принципе сами плата волн, по своей сути, они являются прогностически благоприятными. При наличии таких волн и адекватной коррекции исход, как правило, благоприятный. Чаще у молодых лиц и регистрация их на четверть всего времени монетарирована. На компьютерной томографии, как правило, у этих пациентов нет латеральной дислокации и минимальный объем контузии. То есть в принципе вот эти платогоны мы регистрируем у пациентов, у которых минимальные очаговые повреждения, умеренный отек и чаще у молодых. Особенно на травме, это очень часто мы видим. То есть волноваться не надо, надо просто более жестко контролировать церебрально-терфузионное давление. Это основная причина для появления плата волн. В основе измерения внутричерепного давления лежит доктрина Монро Келли, суть которой, говорят так простым языком, то что внутричерепные объемы заключены в жестком ригидном образовании и сумма этих компонентов, сумма объема включенных компонентов в ригидном образовании, она должна оставаться постоянной. Она остается постоянно. При появлении любого патологического образования в гематомах, либо в давленный период образования, новое образование какое-то, этот дополнительный объем должен компенсироваться постоянными компонентами. Постоянство сохранения объема обеспечивает постоянство внутричерепного давления. Как только объемная компенсация истощается, происходит резкое повышение внутричерепного давления. Таким образом, внутричерепное давление, оно в принципе отражает объемные взаимоотношения в полости черепа. Если мы видим, регистрируем высокое внутричерепное давление, значит это говорит о нарушении взаимоотношений объемных пространственных, плюс об истощении компенсаторных механизмов. Значит, компенсацию нам в первую очередь обеспечивают первостепенно, это ликварные пространства, и на втором месте это кровеносные пространства, в основном за счет венозного компонента. Значит, кривая взаимоотношения, объем давления. Что характерно, почему мы имеем проблемы у пациентов с церебральной патологией? Потому что в первую очередь взаимоотношение, объем давления, оно не линейное. Оно вот такой экспоненциальный характер носит. То есть до определенного момента, пока мы имеем компенсацию за счет ликвара и крови, мы имеем плату. То есть прирост внутричерепного объема, он никак не изменится на изменение внутричерепного давления. По истощению компенсаторных механизмов идет резкий прирост внутричерепного давления. Все наши пациенты в критическом состоянии, они всегда находятся в зоне субкомпенсации. То есть малейшие колебания внутричерепного объема, они могут привести к росту ВЧД и к линению. Самое печальное, это то, что дислокационные явления, они плохо мониторируются. Клиническая неврология, то есть неврологический мониторинг, он является полноценным. На этом промежущее он может быть недостаточным. Потому в практике было внедрено непосредственно инвазивный мониторинг внутричерепного давления, чтобы ловить и мониторировать пациента в стадии субкомпенсации. Более реактивный, более быстрый, более честный, направленный мониторинг. Что же такое внутричерепное давление? Значит, у представления и соответствия с датейной манрукели некое равномерное распространение в полости черепа давления. Вот ряд авторов считает, что первостепенно это давление непосредственно спинномозговой жидкости, давление в венозных коллекторах, давление ликвара непосредственно в желудочной системе. В принципе, Лумберг пришел к тому же выводу, используя мониторинг именно ликварного давления в полости желудочка. Однако уравнение Дамсона, наиболее как бы фундаментальная математическая модель по ВЧД, отражает, что да, это давление цереброспинальной жидкости, которое вычисляется как скорость продукции ликвара на коэффициент сопротивления оттоку ликвару и обязательно включает давление в сагитальном синусе. Однако, модифицируя это уравнение, вот Энтони Мармару, это, наверное, один из лидеров по измерению внутричерепного давления, описанию патофизиологии, разработке математических моделей, он принципиально разделил два компонента во внутричерепном давлении. Это сосудистый вазогенный и невазогенный, несосудистый. То есть, в принципе, это было отдано на откуп именно ликвара циркуляции. Что он отмечал касательно черепно-мозговой травмы? Что вазогенный компонент, он вносит определяющее значение формирования внутричерепного давления и, естественно, внутричерепной гипертензии. То есть, на этот компонент приходится две трети от внутричерепного давления. Ликварный компонент, он всего лишь занимает треть от формирования данной единицы. То есть, принципиальность в чем? То, что использование наружного вентрикулярного дренирования и разрешение внесосудистого компонента, оно гарантировано максимально до столько 30% успеха. Самый наружный вентрикулярный дренаж, его эффективность, она не бесконечна и ограничена патофизиологическими механизмами. Основное поле, на котором работает приведение черепно-мозговой травмы, это, конечно, давление притока, давление оттока и ауторегуляционный компонент. Таким образом, общепринято уже на сегодня, что никакие методы другие не заменят прямого инвазивного измерения внутричерепного давления. Неврологический мониторинг, он все-таки не является настолько чувствительным и быстрым, особенно у пациентов, находящихся в реанимации, в коматозном состоянии. В ряде случаев под медикаментозной седацией. Неврология свою чувствительность в этих условиях, она утрачивает. Неврологический мониторинг, он является, по сути, статическим методом, и к мониторинговым методам его относить нельзя. Плюс ко всему, пациент, формально имеющий нормально компьютерную томографию, он не лишен риска развития внутричерепной гипертензии в динамике. Через 2-3-4 часа, либо это будет вторичное, либо на фоне формирования каких-то отсроченных очагов. Методы мониторинга в зависимости от постановки расположения датчиков измерения. Основные, которые на сегодняшний день используются, как в мире, так и у нас, это внутрежелудочковое измерение и парикаментозное. Относительно внутрежелудочкового измерения, всем известно, что это золотой стандарт. Все ново введенные методики, они всегда сравнивались с эталонным методом, то есть с методом внутрежелудочкового измерения. Наиболее близкие по точности измерения на сегодняшний день считается это парикаментозное измерение и относительно субдуральное расположение датчика. Очень важная опция, которая позволяет использовать вентрикулярный дренаж как именно терапевтический компонент, как я говорил, то есть в 30% случаев возможно добиться успеха именно на наружном методикулярном тренировании. Однако возможны трудности, если вы общаетесь с нейрохирургами, зачастую основное, что сдерживает хирургов для активного использования, это инфекционные геморрагические осложнения. У нас в институте активно используется наружный методикулярный тренирование у всех пациентов с нейрохирургической патологией, где есть четкие показания. В основном это нарушение ликвародинамики, либо проблема в задней черепной ямке. В отдельных случаях мы используем в отсроченном периоде приведение острой черепно-мозговой травмы как дополнительный компонент при наличии возможности постановки данного дренажа, потому что по нашему опыту на третьи и пятые сутки иногда бывает, после диффузного отека, как только появляются желудочки, наши хирурги дополнительно ставят наружно-вентрикулярный дренаж, и на этом фоне у нас агрессивность терапии с использованием гипервентиляции манитола она в разы уменьшается. То есть это очень мощная терапевтическая опция. Вот пример. Это пациент с черепно-мозговой травмой. На верхнем верху тренд динамика среднего артериального давления, внизу это внутричерепное давление. Гипертензия достигала порядка 40-35, причем вырос резко у него натрия на фоне нашей терапии агрессивной. СО2 реактивность у него была снижена, то есть ответ на гипервентиляцию был утрачен. Но на третьей и пятой сутки это было произведено. У него появилось желудочки. По крайней мере наши ординаторы смогли с успехом поставить. Мы использовали наружную систему Кодмановскую. Дренированием установили уровень дренирования где-то 20-25. И дальше по умолчателям происходило дренирование. Вот 5-7 кубиков литрова, дренировавшись, позволяли стабилизировать внутричерепное давление. То есть другие опции мы использовали на непрерывной седации. Все. Достаточно эффективный пример. К сожалению, я еще раз повторяю, не у всех пациентов срабатывает этот механизм. Потому что не он является первоопределяющим. И первопричиной иногда бывает именно нарушение ауторегуляции. Либо массивный очаг повреждения с нарушением гематомицеволического барьера. В этих условиях, конечно, вентрикулярный тренаж работать не будет. Есть еще один момент. Если кто знает концепцию Лунд, шведы, которые продвигают. Они считают, что наружное вентрикулярное дренирование, оно по сути противопоказано. Почему? Потому что оно приводит к синдрому раздаивания. То есть растет градиент между притоком и оттоком. На этом фоне увеличивается сам процесс ликваропродукции. Этот вопрос, он диспутабельный. Но, по крайней мере, в отдельных случаях нарушенный вентрикулярный тренаж достаточно хорошо срабатывает. Он оправдывает его существование и использование. Из других методов, значит, если мы использовали раньше очень активное субдуральное расположение датчика, паренхиматозное расположение, как я говорил, от эпидурального мы отказались. Где-то до 2000 года у нас хирурги очень любили эпидуральную постановку, потому что меньшее риск инфицирования, проще ставить. На самом деле метод с великими погрешностями, занижение показателей и, соответственно, ориентирной терапии невозможен. Идет демпфирование сигнала за счет именно твердой мозговой оболочки. Люмбальный тренаж опасен, как я сказал, во-первых, при находке дислокационных, при наличии масс-эффектов задней черепной ямки и менее точно. Это уже было доказано. Однако, этот метод используется при длительном мониторинге у пациентов на фоне гидроцефалии для определения тактики и используют так называемые инфузионные тесты, на основе которых принимают решение надо шунтировать пациента. Какую шунку устанавливать? Это методики запатентованные. Существует программа по оценке инфузионного теста. Это уже компьютерная технология. По регистрации смещения барабана перепонки, как говорится, знаю, как и многие все, сам никогда не видел этой методики, только по данной литературе, но не видел широкого упоминания. Одни из последних ссылок, это 2005 год. То есть широкого распространения данной методики не имеет. И, как я понял, она в основном используется у пациентов, которые страдают именно гидроцефалией, доброкачественной гипертензией. Транскрониальная докторография. Вот эта методика очень интересная. Однако, в публикации 1998 года было еще указано, что погрешность плюс-минус 15 мм втутного столба от истинного значения. Однако, в дальнейшей публикации с этим же автором, вот это немецкий разработчик, указывает, что достаточно точно отражение при сопоставлении с инвазивным давлением. Методика какая? Разработана специальная программа, которая анализирует линейную скорость кровотока, инвазивное артериальное давление, вот инвазивное артериальное вместе с линейной скоростью кровотока, и трансформирует это в неинвазивный сигнал ВЧД. Авторы утверждают, что достаточно точно в ряде случаев может заменять. То есть, наличие инвазивной артериальной линии и докторографии в течение какого-то времени может позволять проводить измерения внутричерепного давления. Паренхематозное измерение, как я сказал, при всех своих плюсах. Единственный недостаток – это невозможность перекалибровки. Но, допустим, использование датчиков фирмы Кодман, оно чем положительно? То, что калибруется датчик один раз, и основная проблема у всех датчиков – это дрейф нулевого значения. Вот самый маленький дрейф на сегодняшний день на мировом рынке – это именно датчика Кодман. За 10 суток он может достигать всего лишь плюс-минус 1 мм. Это незначительно на терапию, в принципе, не влияет. Показания для измерения. У каких категорий групп, как я сказал, они расширились. В нашем институте тоже более активно стали использовать пульсубротные данные, проявления. И у других категорий пациентов в литературе встречаются целые обзоры, посвященные инфекционным менингитам, печеночной энцепалопатии, постгипоксической энцепалопатии. То есть, мониторинг завоевывает реанимационное отделение при различных патологиях. Значит, что касается травмы, как я сказал, все показания по использованию внутричерепного мониторинга, они все равно спроецированы в той или иной степени у пациентов с черепно-мозговой травмой. Основным показанием – это наличие герметоматозного состояния и патология по компьютерной томографии. Однако при отсутствии каких-либо изменений по КТ, наличие комы и любых двух из трех показаний. То есть, поступает травма по КТ, ничего, как говорится, страшного, но пациент в коме возрастом 55 лет с артериальной гипотомией. Прямые показания для проведения мониторинга внутричерепного болезня. Либо тот же самый пациент, допустим, молодой, с децеребрацией и артериальной гипотомией. Прямые показания. Откуда это все взялось? То есть, это ретроспективный большой анализ, большой базы данной травматической комы. Именно при сочетании таких признаков высокий риск отсроченной внутричерепной гипотензии, сформирования там отсроченных геморрагических отеков и летального исхода. Потому прописано, что у 60% именно с таким сочетанием развивается на вторые-третьи сутки внутричерепная гипотензия. Соответственно, показания были корректированы именно под эту группу. Информация при ВЧД-мониторинге – это само среднее значение. Иногда используется анализ пульсовых волн и расчетные показатели. Я чуть позже покажу, как и с использованием программного обеспечения можно получать дополнительную информацию. Второй важный показатель – это церебрально-перфузионное давление. На многих мониторах он выводится в автоматическом режиме, так что проблем никаких нет. Ручкой прописывать, вычислять не надо. Очень важный момент сейчас акцентируется во всем мире именно анализу трендов ВЧД. То есть суточные тренды у разных пациентов с разной патологией, они все-таки будут отличаться. Мало того, при анализе таких трендов было определено, что сам тренд имеет независимое прогнозническое значение. То есть использование самого среднего значения, вот там за сутки усредненное, оно не показательное. Именно тренд с колебаниями, с девиацией, разбросом значений, он более чувствительным по прогнозированию. Основные варианты, которые мы встречаем в своей практике, так формально обозначили, вот первый тип, то есть когда существуют колебания, но они не выходят за границы нормы, до 20. Более стойкие повышения, ничего хорошего, конечно, не несут. То есть здесь явная проблема, базарное давление повышено, нет никаких колебаний, то есть сплошная практически плата волнами, которые наши терапевтические опции не оказывают никакого воздействия. И вот такая интермитирующая кривая ВЧД, явное наше воздействие терапевтическое, причем он отвечает на терапию. Видно, что удается с трудом, но коррегирует давление. Большая категория пациентов, которые у нас в мире реанимации, конечно, к третьему типу. Внутричерепная гипертензия. Общепринятая по данной литературы, это ВЧД выше 25, американская ассоциация нейрохирургов утверждает, что внутричерепная гипертензия это выше 20 мм футного столба длительностью больше 5 мм, которая обязательно требует коррекции. В чем, какие трудности гипертензия в первую очередь вызывает это риск церебральной ишемии, и что неприятно, это вот вклинение и структурные нарушения, начиная от сосудистых как и непосредственно повреждения мозговой ткани. К сожалению, на сегодняшний день не установлено давление вклинения, непонятно. Нет единого маркера по давлению вклинения. Некоторые пациенты могут вклинуться на значение 20, а некоторые переживают с успехом 50-40. Доказательства в пользу мониторинга. В первую очередь, это то, что пациент с гипертензией имеет неблагоприятный исход. Это однозначно доказано и на травме, и на инсультантальных, и на пациента с геморрагическими кровоизъявлениями. Является важным показателем внутричерепных взаимоотношений, как я говорил, с учетом концепции моно-рукейли. Имеет прогностическое значение. И для нас, что важно, это критерии эффективности проводимой терапии. Просто представить, что мы, допустим, травму, которую мы ежедневно видим, ведем без мониторинга ВЧД. Конечно, на глаз лечить по интуиции, по опыту, в совокупности с наличием компьютерной томографии, грамотной нейрокирургической поддержки, возможно. Так лечит, наверное, вся страна, я думаю. Но, тем не менее, показатели летальности исходов гораздо хуже. Несмотря на то, что в литературе появились такие соленые достаточно статьи, дискутирующие и сравнивающие исходы в центрах, это вот в голландские центры, в сравнении больших когортных исследований по пациентам, леченым с мониторингом ВЧД и без мониторинга, они указывают, что резко возрастает агрессивность терапии, не улучшая исходы. При тщательном рассмотрении, конечно, статьи достаточно некорректные, несопоставимые группы. И самое главное, суть была отражена, что при наличии мониторинга интенсивисты чаще обращаются к направленной терапии. То есть чаще регистрируется гипертензия, чаще устанавливается ее причина, и чаще она устраняется. Церебральное конфузионное давление – это второй ориентир во всех современных протоколах. То есть помимо внутричерепного давления мы всегда лечим церебральное конфузионное. Не лечим, а коррегируем. Как фактор летального исхода я сказал, что при тяжелой травме, допустим, ВЧД, при тяжелой, то есть у пациентов, находящихся в коме, регистрируется высокое внутричерепное давление практически 80% пациентов. В 70-е годы 50% пациентов в томатозном состоянии, то есть тяжелое чем-то, они погибали независимо от проводимой терапии. Величина среднего давления, то, о чем я говорил, то есть с тем, с чем мы работаем, имеет независимое прогностическое значение. Это независимый прогностический катерий. По мере роста внутричерепного давления растет количество неблагоприятных исходов, уменьшается количество благоприятных. Естественно, что статистические данные, они четко подтверждают это. Важно не только среднее значение, но и длительность существования внутричерепной гипертензии. Вот на данном графике указаны процентные, ну, в доле от единицы длительность гипертензии от длительности мониторинга. То есть 40% времени держится внутричерепная гипертензия от всего длительности мониторинга. Вероятность неблагоприятного исхода в виде вегетатики и витального исхода 80%. При 80%, то есть вероятности выжить практически нет. Значит, относительно возможностей современных, само значение внутричерепного давления это хорошо, но при использовании вот компьютерного анализа волновых колебаний можно получить ряд расчетных коэффициентов, которые также имеют свою прогностическую силу и позволяют менять терапию, структуру терапии. Вот один из них это коэффициент терапровоскулярной реактивности, ну, можно называть его где-то коэффициентом ауторегуляции, коэффициент РХ и коэффициент РА, это фактически коэффициент угробности, уластанс. Значит, данные коэффициенты являются корреляционными, то есть они меняются от минус одного до плюс одного и характеризуют, как меняется относительно артериального давления внутричерепное давление, вот коэффициент РХ. Используется математический анализ волновых колебаний. Когда мы видим конкордантные изменения внутричерепного давления и среднего артериального давления, строится такая корреляционная прямая линия, то есть корреляция ближе к единице. Соответственно, можно утверждать, что ауторегуляция данного пациента утрачена. То есть внутричерепное давление следует пассивно за изменением артериального давления. И при вот такой ситуации, когда при повышении среднего артериального давления мы регистрируем снижение внутричерепного давления, то есть регистрируем нормальный сосудистый ответ, а вот регуляционный, соответственно, коэффициент корреляции будет отрицательным. Исходя из этого, на сегодняшний день уже определено, при коэффициенте РХ больше 0,2, то есть при пассивном ответе, очень высокая вероятность не будет приятного исхода. На травме это доказано, это очень хорошо работает. На основании коэффициента РХ удается именно, опять же, используя компьютерные технологии, определить те значения церебрально-перфузионного давления, когда вот этот коэффициент достигает минимального значения, то есть то ЦПД, при котором ответ сосудов, он адекватный. На основании этого идет расчет оптимальной церебрально-перфузии. То есть при длительном манипулировании, там где-то авторы утверждают 6-8 числов, мы можем найти ориентированное значение церебрально-перфузии, поддержание которой обеспечит адекватный сосудистый ответ и низкое внутричерепное давление. Относительно вот коэффициента эластичности мозга, здесь идет анализ среднего артериального давления относительно амплитуды колебаний внутричерепного давления. То есть амплитуда меряется к среднему значению. Строится такая же коррекционно-прямая, и в зависимости от построения этой коррекционной прямой определяется, насколько упругий мозг. Для чего это нужно? То есть разное состояние головного мозга, оно будет по-разному реагировать на дополнительный объем, будь то гематома, будь то нарастание отека. При сохраненной эластичности мозг может компенсировать дополнительный объем порядка 25 кубитров. При сниженной эластичности малейший прирост внутричерепного объема 1-2 мл приведет к резкому повышению внутричерепного давления. Именно поэтому разные давления клинения у разных пациентов. Мало того, у одного и того же пациента в динамике может меняться как эластичность, так и ауторегуляция. Соответственно, один и тот же пациент, он бывает в разном состоянии первые сутки, вторые сутки. И не надо удивляться, почему первые, вторые, третьи он реагировал хорошо на манитол гипервентиляции, на четвертые, пятые. Просто, как сказать, подменили вам больного. Это естественный процесс. И вот эти показатели, они нам помогают подбирать терапию и вовремя призывать нейрохирург. Когда, как говорится, наши возможности истощены. Нерешенные проблемы. К сожалению, несмотря на всю продвинутость, инвазивность, агрессивность, существует проблема градиентов внутричерепных, как в норме, так и в патологии. Над супра-тентериалом, инфра-тентериалом всегда был градиент, и он будет. При патологии он возрастает. Между здоровой и пораженной стороной тоже будет всегда. На фоне выполненной декомпрессии градиенты будут. Потому, очень активно иногда муссируется и обсуждается процесс, с какой же стороны надо мерить, на какую глубину, к какому методу отдавать предпочтение. Как я сказал, насчет метода, наиболее золотой стандарт, это внутриживудочковое, это глобальное такое измерение внутричерепного давления. При выполнении декомпрессии датчик надо устанавливать на противоположной стороне от декомпрессии. И паренхематозное расположение датчика, это на сегодняшний день наиболее простой, наиболее точный метод по измерению внутричерепного давления. Относительно верхней границы, как я тоже указал, значит, разные центры, мало того, разные ассоциации предлагают границы внутричерепного давления по принятию решения разные, от 15 до 25. Есть клиники, в том числе в Голландии, где активно начинают лечить, начиная с 15, соответственно, у них более агрессивная терапия, понятно. Давление вклинивание, дислокации, тоже, как я сказал, до конца непонятно, и в этом направлении идут исследования в дальнейшем. Какие перспективы? В первую очередь, это совершенствование неинвазивной оценки ВЧД, все-таки ультразвуковая докторография, по моему мнению, она имеет все-таки перспективы по развитию, потому что все равно будет оставаться категория пациентов, которым инвазия, она в части противопоказана, это самая маленькая категория, либо пожилые пациенты, либо в ряде по каким-то там гематологическим показаниям ограничения при комбинированной травме ожоговое, конечно, использование инвазивности, оно будет всегда ограничено. Использование комбинированных многопараметрических датчиков, это новое направление, которое сейчас активно развивается. Я, насколько знаю, фирма Гордман, она планирует выпустить в дальнейшем будущем комбинированный датчик мозгового кровотока с внутричерепным, не знаю, к чему придут. Значит, на сегодняшний день существуют датчики, комбинированные измерением внутричерепного давления сразу с температурой, мало того, еще с оксидинацией в коллективе головного мозга. Насчет микродиализа не знаю. Существуют датчики, которые дистанционно имеют два сенсора, позволяющие мерить градиент внутричерепного давления, то есть в одной точке, в другой, в одном датчике. И есть работы, которые подтверждают по мере роста градиента растет показания для декомпрессии. И использование компьютерных технологий, это в основном анализ волновых колебаний, просчет аутерегуляции, эластичности в таком в онлайн-режиме, прикроватность использования обычного датчика инвазивного артериального давления и инвазивного внутричерепного давления. Все. Спасибо.